В 2003 году Мордовию посетил Вячеслав Володин. Здесь он встретился с работниками системы образования и с ними же обсуждал возможности развития всей этой сферы деятельности. Основное внимание он уделил прорывным технологиям. Мы с вами, как государство, очень сильно отстали в наукоемких технологиях, за счет которых живет весь мир. Вот весь мир торгует наукоемкими технологиями. А мы с вами смотрим в телевизор, а какая цена на нефть. Потому что цена на нефть упала, бюджетная составляющая упала. Значит, хорошо сейчас она держится, 31 было за баррель нефти. В том же 2003 году поклонники ледового спидвея праздновали победу вместе с мордовскими спортсменами. Представители 13-го региона смогли завоевать первое место в командном чемпионате России. Главный вклад внесли Максим Захаров и Юниер Базеев. Личная команда соревнований – это две совершенно разных вещи. Где лично гоняешь, там, мне кажется, легче получается. Боишься подвести. Кроме меня-то выступали еще двое ребят – Володь и Юниер. Ответственность больше для меня лично. Командные посложнения маленькие, психологические. В 2013 году в Мордовии о спидвея уже только вспоминали. А вот автогонки на льду начали набирать популярность. На открытом водоеме собрались любители и профессионалы. Машины были с шипованной резиной и без. Трасса была вроде бы простой, но требовала особой внимательности от водителей. Гонки на льду требуют в первую очередь аккуратности. Аккуратность и умение водить машину именно соответственно дорожным условиям. То есть лед, он не терпит никакой быстроты. В 2014 году в Лемберском районе чествовали Марата Зинатулина. Мужчине вручили медаль за доблесть и отвагу на пожаре. Он увидел, как из окна одной из квартир вырываются клубы дыма. Пробрался внутрь и спас престарелого хозяина жилища. Простой стекло. Пошлось ногой разбить. А там уже и дверь вышибать. Тоже дверь хорошо, вот оказалось филенчатая. Легко было вышибить. А так, я не знаю, там где бы дубов стоял, наверное, и никто бы не вышиб. В 2015 году погода в это время была похожа на нынешнюю и сказалась на обитателях Саранского зоопарка. Четырехлетний гималайский медведь Эдгар, которого привезли из Саратовского цирка, отказывался спать. Вместо этого он в своем вольере исполнял некие элементы из шоу-программы, с которой гастролировал до этого по разным городам. В природе есть природа, а как сейчас мы видим, то плюсовая, то минусовая температура. Часть медведей бурые спят, гималайские тоже спят, варя. Ну а Эдгар, который вновь привезенный, он у нас в этом году и не сыпал. А вот в оперном театре в этот день вспоминали русского медведя. Так иногда называли Федора Шаляпина. Международный фонд таланты мира в память о великом певце организовал в Мордовии концерт и выступление лучших российских басов современности. ПЕСНЯ 4 февраля 2016 года жители Хованщины Розаевского района Мордовии впервые увидели у себя в селе передвижной центр здоровья. Мобильный медицинский комплекс обошелся бюджету республики в 12,5 миллионов рублей и был укомплектован аппаратами УЗИ и ЭКГ, флюорографом и маммографом. Сами врачи передвижной центр называли поликлиникой на колесах. Абсолютно безвредный. Максимально, скажем так, это можно максимум сделать исследование. И он нам даже такой программной функции, что показывает зоны подозрительные. Сегодня кровь сдавали мы, сегодня к переполу ходили, сегодня к маммолу ходили, сегодня к терапевту, прошли УЗИ, сейчас прошли мы, вот, к кардиограмму, ЭКГ делали. Вот все у нас здесь, все. Таким запомнился нам этот день, 4 февраля. Евгений Волков, Наши новости. Евгений Волков, Наши новости.